В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Пуслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Традиционную акцию «Елка желаний» провели в местном отделении Всероссийской партии «Единая Россия». Самый первый подарок «Елка желаний» от «Единой России» – это санки детские от Евгения. Ленинский городской округ был признан самым безопасным в Подмосковье. В историко-культурном центре открылась выставка, посвященная самому долгожданному празднику зимы. Дети приходят после таких выставок, они и рисуют то, что они видели, и лепят. Традиционную акцию «Елка желаний» провели в местном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия». Благодаря ей несколько юных жителей Ленинского городского округа смогут получить подарки на Новый год. Вторая половина декабря – не только пора подведения итогов партийной работы, но и время творить чудеса. Этим и занялись представители «Единой России» округа. Самый первый подарок, «Елка желаний» от «Единой России» – это санки детские от Евгения. Есть пожелания, три года. Деревня Сопронова, микрорайон Купеленко, квартал Северный, дом 21. Квартиру не скажу. Евгения, готовься, санки будут. Так, у меня Аня, 6 лет, кукольный домик с мебелью, ПЛК-52. Обязательно будет домик и с мебелью. Давайте возьмем самую верхнюю. Что у нас здесь? Милена, 5 лет, детская коляска, люлька для куклы. Поедем покупать люльку. Сделаем приятное миление. Спасибо. «Елка желаний» – маркеры, краски для Арины, 9 лет. Так, Арина, будут тебе маркеры и краски. Варвара, 7 лет, большой набор для творчества, чемоданчик ПЛК-52. Чемоданчик будет, творчество надо развивать. Напомним, акция «Елка желаний» инициирована Владимиром Путиным на всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе». В этом году она проводится уже в шестой раз. Развитие функциональной грамотности – важное направление адаптации человека к проблемам современного общества и работа с большими объемами информации. Как прошла научно-практическая конференция в этой области знаний в нашем муниципалитете, расскажет Дмитрий Книга. В Видновской школе номер 7 прошла научно-практическая конференция по развитию функциональной грамотности. Это способность применять знания и умения для решения жизненных задач в различных сферах деятельности. Для педагогов такой навык необходим в их работе. Если учитель сам не подкован в этом направлении, если он не владеет функциональной грамотностью, как он может обучить детей? Поэтому мы проводим мероприятия и для педагогов, и для обучающихся, и даже для родителей. Мероприятие стало своеобразным подведением итогов. Целую неделю в округе проходили встречи, семинары и мастер-классы, в которых участвовали как преподаватели, так и учащиеся образовательных учреждений муниципалитета. На данном семинаре мы показываем новый методический прием, который называется кейс-метод, основанный на именно программных средствах. А более конкретно мы будем использовать графический онлайн-редактор ФИГМА для совместного использования, что очень хорошо ложится на любую школьную дисциплину. На конференции был представлен опыт лучших школьных команд округа. Любое из подобных мероприятий способно поднять уровень функциональной грамотности у педагогического состава. Если вы посмотрите на наш стол, вы увидите, что это самый красивый стол, на нем очень много подарков в преддверии Нового года. Мы всем участникам подготовили новогодние подарки. Когда они их откроют, они увидят там методические разработки, QR-коды, которые они могут использовать в своей педагогической копилке. Читательская, математическая, финансовая, естественно-научная грамотность, креативное мышление и глобальные компетенции. Вот шесть составляющих функциональной грамотности, которая применяется в комплексе современного образования. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ленинский городской округ был признан самым безопасным в Подмосковье. Местное ОМВД занимает лидирующие позиции по увеличению раскрываемости преступлений и по снижению их количества. Важную роль в обеспечении безопасности граждан играет развитие системы «Безопасный регион», в рамках которой на территории муниципалитета установили камеры видеонаблюдения в социальных объектах, в местах массового пребывания людей, на улицах и в подъездах многоквартирных домов. На сегодняшний день общее количество камер в округе превышает 6,5 тысяч. Места установки камер выбирали совместно с сотрудниками охраны общественного порядка и уголовного розыска, а также при участии жителей, которые голосовали на портале Добродел. Кроме того, за два года открыли четыре полицейских пункта в жилом комплексе «Зеленая аллея», Бутово парке, в шестом микрорайоне Видного и в поселке Володарского. Всего на территории муниципалитета функционирует 13 участковых пунктов полиции. Участник инклюзивного клуба «Дорога в жизнь» Максим Панов ведет активную творческую деятельность. Выступает на праздничных мероприятиях округа, посещает литературные встречи и совершенствует свое вокальное мастерство с профессиональным педагогом. На одной из репетиций Максима побывала и наша съемочная группа. Лучезарный Максим Панов заряжает своей невероятной положительной энергией окружающих. И это неудивительно. 19-летний молодой человек, несмотря на жизненные трудности и преграды, выбрал для себя путь, полный интересных открытий, творчества и ярких красок. Я стараюсь как-то себя реализовывать везде. Быть и творческим, и в каких-то социально значимых проектах участвовать, благотворительной, концертной. Просто проживать жизнь так, вот с пользой, как хочется, и к чему-то, безусловно, стремиться, к какому-то светлому будущему. Максим признается, главный источник его вдохновения и жизненных сил – это музыка. Музыка – это исцеление. Потому что музыка, она дает тот импульс, когда ты чувствуешь, что тело наполняется какой-то гармонией, когда ты видишь восхищенные глаза людей, это просто, это повышает твое настроение, это мотивирует тебя двигаться дальше. Петь он начал еще в детстве, а сейчас берет индивидуальные уроки по вокалу и уже более двух лет посещает занятия инклюзивного клуба «Дорога в жизнь», где учится сценическому искусству, хореографии и исполняет любимые композиции. Как бы нам не споткнуться, друг к другу улыбнуться впереди, яркий свет горит звезды. Руководитель клуба Елена Толстокорова рассказывает, когда Максим присоединился к их команде, он поразил всех своими вокальными данными, но были небольшие проблемы с танцевальными движениями. Да, он умел уже петь, но он не очень умел двигаться. И вот как раз хореография здесь очень хорошо ставится, что уже я смотрю, хороший результат по движениям, рядом люди тоже немножко уже на него ориентируются. Елена отмечает настойчивость его главное качество. Совсем недавно, чтобы участвовать в конкурсе, где не была заявлена возрастная группа Максима, ему удалось убедить организаторов и пройти отбор. Когда нам сказали, что ваша возрастная группа не заявлена, мы подготовились, и я сдалась и сказала, ладно, хорошо, в следующем году. Но Максим сказал, нет, пойдем к директору в этом году. Я удивилась этой настойчивости. То есть я спасавала как руководитель, а он твердо сказал, нет, я не согласен. Это очень хорошее качество вообще для юриста, на кого он учится, потому что там нужно будет справедливую точку зрения отстаивать. О профессии юриста Максим Панов мечтал с восьмого класса и уверенно шел к своей цели. Сейчас он студент второго курса Московского регионального социально-экономического института. Я поступал на юридический только потому, потому что я чувствую, что мое призвание – помогать, где-то сопереживать с человеком, где-то вместе с ним радоваться. Потому что в наше время сейчас это очень важно – уметь сопереживать и уметь радоваться как и своим успехом, так и чужим. Максим старается не только себя каким-то образом поднимать на новые ступени с каждым днем, но он старается делать вокруг мир намного лучше. Максим – активный участник всех значимых событий учебного заведения. На мероприятиях выступает как ведущий, читает стихи, исполняет песни. Его общественная деятельность отмечена многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Мальчик просто замечательный в поведении, в воспитании, очень пунктуальный, очень ответственный, тактичный. Прямо вот борец, скажем так, за справедливость. Очень пытливый ум, то есть ему надо все знать, ему нужно докопаться до каждой истины. На своем примере Максим Панов доказывает, что несмотря на непростую жизненную ситуацию и физические ограничения, благодаря труду, упорству и вере в свои собственные силы, можно добиться желанного успеха и всех поставленных целей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. В историко-культурном центре открылась выставка, посвященная самому долгожданному празднику зимы. Она раскрывает историю появления главных символов Нового года – Деда Мороза и Снегурочки. Приехала окунуться в атмосферу волшебства и наша съемочная группа. Главная особенность выставки новогодних хоровод в том, что каждая работа сделана руками мастеров. Авторские куклы, новогодние игрушки в разных техниках и стилях, рождественские композиции, работа в технике декупаж и бумагопластики, ювелирные украшения, авторская одежда. Автор этого проекта Ольга Новак, она руководитель галереи авторских кукол «Абажур». И как раз мастерицы из этой галереи здесь у нас представляют свои куклы. Многие из их работ сейчас демонстрируются на международных выставках. Выставку посетила и подготовительная группа детского сада, которые рассказали интересные факты о празднике. Оказывается, на елях стали использовать верхушку пику вместо пятиконечной звезды после полета Юрия Гагарина в космос. Пика символизировала космическую ракету. Дети поделились, как они наряжают новогоднее дерево. Я могу туда повесить игрушку, или если меня поднимет, могу и звезду поставить. На выставке были представлены различные новогодние елки, каждая из которых выполнена в уникальном стиле. Это и Красная Москва, и Викторианская, и Лесная Шишка. Новогодний хоровод на выставке не поводишь, зато дети спели песню «Елочка», собравшись вокруг самого большого дерева. Зимой и летом стойная, зелёная была. Меня вызывает восторг и у детей, потому что, когда дети приходят после таких выставок, они и рисуют то, что они видели, и лепят. То есть это нужно, это очень-очень нужно для нас, для всех, и детей, и взрослых. Выставка будет работать до 21 января. Успейте окунуться в мир сказки и волшебства всей семьёй. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин